Елена Витальевна, здравствуйте. Здравствуйте. Несмотря на пандемию коронавируса, жизнь идет своим чередом. Молодые пары хотят стать родителями и, как вот мне кажется, беременных меньше не становится. Но всегда вот это очень волнительный и так момент, а сейчас в этих обстоятельствах, наверное, пары переживают еще больше и их родные. Вот скажите, находятся ли беременные в группе риска по коронавирусу? Ну вообще, по всем методическим рекомендациям, по всем документам, беременные женщины не входят в группу риска. Все-таки группу риска составляют это более возрастные пациенты старше 65 лет и пациенты с соматическими заболеваниями, которые есть какая-то соматическая патология, сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Сама по себе беременность, она не входит в группу риска. Но, тем не менее, совершенно правильно вы говорите. Конечно, это очень заслуживающее внимание группа пациентов, это наши беременные девочки. Все равно меняется иммунитет, меняется гормональный фон и все равно во время беременности пациентки более подвержены каким-то инфекционным заболеваниям. Но сама по себе беременность не является группой риска по этой проблеме, которая сейчас очень актуальна. У беременных она каким образом передается, инфекция? Так же, как у всех остальных? Да, пути передачи абсолютно одинаковые. Это воздушно-капельный путь передачи, это контактно-бытовой, при чихании, при кашле и через руки. Поэтому, конечно, мы и рекомендуем все наши меры, которые всем известны. Да, это маски, это перчатки, это мытье рук. Это этим и обусловлено. То есть им особенно надо не расслабляться. Да. Елена Витальевна, но если все-таки это произошло, насколько велик риск, что мама заразит ребеночка? Ну, вообще, как правило, детки рождаются здоровыми. Крайне редко, что ребеночек тоже рождается с положительным тестом на коронавирусную инфекцию и заболевает. Чаще всего передача происходит не от матери к плоду, а уже после родов. Таких случаев ни по данным литературы, ни, собственно говоря, мы уже свой опыт наработали. Прям вот, чтобы родился ребенок от матери больной коронавирусом, тоже заболевший. Такого еще пока нет. Ну и в литературе, собственно говоря, такие случаи описаны единичные. Все-таки больше это, когда контактный путь передачи уже от матери своему новорожденному ребенку. А в какой литературе? Наверное, какие-то научные статьи имеются в виду? Это научные статьи, да. Это опыт других стран, которые вот говорят... Уже наработано. Да, то, что есть наработано, да. Вот. Но вот по данным нашего Приморского края, у нас первый родильный дом, он выделен специально под беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией. Также там выделена и провизорная зона. Это для пациенток с пневмониями, с пациенток после контакта с коронавирусными инфекциями. И те, которые уже родоразрешены, женщины больные коронавирусом, детки у них отрицательные, обследованные. Уже даже есть у нас выписанные домой такие пациентки. Там со всего края пациентки. Со всего края пациентки. Везут туда, да? Да, в первый родильный дом, да. Является ли коронавирусная инфекция риском преждевременных родов? Сама по себе инфекция не является, но преждевременное родоразрешение может быть у пациенток с коронавирусной инфекцией. Но это по общепринятым показателям. То есть если будет ухудшаться состояние пациентки, вот, непосредственно, допустим, по пневмонии, тогда, конечно, может стать вопрос о досрочном родоразрешении. Вообще сама по себе инфекция преждевременные роды не вызывает. Это только может быть, если станут медицинские показания к родоразрешению по состоянию пациентки. Рекомендуют ли врачи, если у матери выявлен коронавирус, рожать при помощи кесарево сечения? Нет, совсем наоборот. Наоборот, предпочтительные роды через естественные родовые пути, и только если это невозможно, либо по состоянию мамы, либо по каким-то другим акушерским показаниям, тогда кесарево сечение. Вообще предпочтительные – это, конечно, роды через естественные родовые пути. Ну, как и вообще, в принципе. Роды через естественные родовые пути всегда предпочтительные. Это да, я понимаю. А коронавирус, он сам по себе не имеет никакого отношения для родоразрешения, а операция имеет, наоборот, все риски. Более того, это же наркоз, это определенный послеоперационный период, который тоже протекает, который тоже может осложниться для женщин с тяжелым состоянием при коронавирусной инфекции. Поэтому только по строгим показаниям проводится кесарево сечение, если таких показаний нет, значит это рода через детство. Коронавирус никак не усугубляет эту ситуацию? По родоразрешению нет. Вот родила уже мамочка своего долгожданного ребенка, его сразу отдают, если у нее коронавирус или как здесь, что происходит? Если мама с подтвержденной коронавирусной инфекцией, ребеночек сразу изолируется от мамы, он обследуется, он уходит в чистую зону так называемую, потому что надо отметить, что в первом родильном доме очень строго разделены все зоны, зона для пациентов, так называемая красная зона, отдельно выделены зоны для детей и отдельно провизорная зона для пациенток с неподтвержденной инфекцией, которые вероятны или сомнительны. Это все потоки очень строго разделены. Но детки от мам, которые с коронавирусной инфекцией, они изолируются сразу, обследуются и при получении отрицательных анализов их могут забрать родственники, если есть такая возможность, если нет в семье очага, а мама уже возвращается домой после полного выздоровления. Она все это время находится в роддоме? Она все это время находится в роддоме, она получает лечение от коронавирусной инфекции, если у нее есть пневмония, пневмония, и также протекает у нее послеродовый или послеоперационный период. Поэтому у нас, во-первых, все врачи прошли обучение дополнительно, там первый родильный дом, он имеет в штате инфекционист, туда вызываются специалисты, которые необходимы, женщины, рентгенологи, все они проходят в полном объеме лечения, и только после полного выздоровления они уже возвращаются к своим деткам. То есть получается, мама разлучена с ребенком как минимум на две недели, да? Ну, как правило, это меньший срок, потому что они все равно уже поступают туда с каким-то течением... Да, инфицированы с каким-то заболеванием, но только при наличии отрицательного результата мы совмещаем их с ребеночком. То есть получается, в это время они не могут кормить грудью? Не кормят грудью, да, потому что самый путь заражения здесь контактный через руки, через кожные покровы, через дыхание мамы. Вот этот вот момент, поэтому мы этих детишек сразу уделяем для того, чтобы исключить заражение. Но и для мамы, и для ребенка это такой трагический момент, у мамы пребывает все время молоко, это сложно. Мы работаем с нашими девочками, мы им все объясняем, мы консультируем по грудному скармливанию, пытаемся сохранить лактацию. Вот, и в общем-то, ну, у нас... Это возможно, да? Это возможно, первые наши пациентки уже ушли в конце апреля, все сохраненные лактации, все восстановили, несмотря на то, что как раз-таки первые две пациентки в первом родильном доме, они были вроде разрешены по своим показаниям раньше срока. Вот, и деточки были недоношенные, но тем не менее мы сохранили им лактацию, и они выписались и продолжают уже дома со своими детьми. Но у мамы лактация хорошо сохранена, да? Но ребенок-то в это время был без мамы, он получал другое вскармливание. Он потом сможет вернуться с кровной грудью, да? Сможет и возвращается, это все-таки, это делается ради ребенка, и, ну, только после получения отрицательного результата. Ну, иногда, правда, надо сказать, что это происходит достаточно быстро, то есть мамы уже поступают, как бы, как получающие лечения, выздоравливающие. Иногда, там, после родов по срокам берется ей анализ, это бывает иногда не очень продолжительное время. То есть так, чтобы прям строго две недели, такого практически и не бывает. Елена Витальевна, есть ли какие-то специальные еще гигиенические меры, которые должна соблюдать мама после рождения ребенка? Ну, мама с коронавирусом, мы говорим. Точно так же, это как все. Ну, видите, мы говорим о том, что дети у нас разделены. А что их разделили, да, поэтому она, по сути, с ним не контактирует. А мамы, которые находятся в провизорной зоне, вот они контактируют со своими детьми, то есть до получения. То есть если это мама контактная, если это мама с ОРВИ, и она неположительный коронавирус, вот тогда, конечно, они обязательно в масках. Мы им рекомендуем ношение масок, частая смена масок, максимум не реже, чем раз в два часа. Обязательно мытье рук. У нас во всех палатах есть антисептические растворы, обязательно салфетки одноразовые, чтобы... Роддом снабжает? Роддом снабжает, да. И масками? Ну, у нас все, на данный момент это все есть для пациенток, которые находятся в первом роддельном доме. Есть, конечно же, все в этом плане. Я вот только не очень поняла, как она оказывается в провизорской зоне? Вот по каким? По приказу о маршрутизации пациентки, которые с повышением температуры, пациентки, которые есть из группы контактов, эти списки все известны, их, они не поступают в другие лечебные учреждения, они поступают сразу в первый роддельный дом. То есть, если пациентка с температурой, то скорая помощь это знает, она сразу сообщает об этом, что везут такую пациентку в первый роддельный дом, и там ее дежурная бригада встречает. Врач осматривает, определяет ее статус и размещает в ту зону, в которой необходима. Получается, любая пациентка, у которой повышенная температура... Выше 37,5. 37,5, она уже сразу направляет в первый роддельный дом. И там проходит сколько времени, пока выясняется? А, ну делается тест... Анализы сразу делаются, да. То есть, сколько на это уходит времени? Ну, вообще, анализ делается в течение суток, но результаты максимум 48 часов, они уже поступают. Одного теста достаточно? Если мама просто... Да, достаточно. То есть, допустим, вот она поступила в провизорской зоне, ее в течение суток там диагностировали, и если все нормально, ее из этого роддома отправляют... Нет, там же абсолютно нормальный функционирующий родильный дом. Он хорошо разделен на все потоки. То есть, уже никуда ее не убивают? Да, она рожает и рожает на обычных условиях, находится совместно с ребеночком. Введены ли в вашем роддоме какие-то особенные меры безопасности, профилактики? Конечно, как в нашем, так и во всех других родильных домах города Владивостока, наверное, края, везде введены, да. Всего мира, наверное, да. И мы, конечно же, не исключение. Это обязательно. У нас разделены, во-первых, потоки. Разделены потоки входов для пациентов отдельно, для персонала. Выписные и поступающие женщины не пересекаются. Персонал не пересекается при входах. Специально выделены для этого шлюзы. Обязательно во всех приемных покоях тоже организованы так называемые шлюзы, куда пациент заходит, где ему измеряется температура, собирается анамнез. Пациент находится там один. Если он поступает с температурой, если он дает какой-то анамнез, ведь не всегда же скорая помощь приходит, иногда пациенты обращаются самостоятельно. Сами, своими ногами приходят. Своими ногами. Поэтому у нас врач приемного покоя, медсестра приемного покоя, они одеты в защитную одежду, то есть они все защищены полностью. У них есть специальные халаты, маски и перчатки. Они выходят, измеряют температуру, собирают анамнез. И если пациентка дает какой-то анамнез эпидемиологически неблагополучный, контакт с ковид-инфекцией, допустим, температуру выше 37,5, проявление ОРВИ, кашель, насморк в течение какого-то дня, то тогда эта пациентка вызывается в скорую помощь, пациентка отправляется сразу же в первый родильный дом, на дальнодоразрешение или на лечение своих проблем. То есть из приемного покоя. Из приемного отделения приезжает. Приемный покой, да, сразу же он закрывается на какое-то время, обрабатывается и потом продолжается прием пациентов. Обрабатывается только потому, что, и закрывается только потому, что у нее 37,5? Ну, не то, что закрывается, мы же его проветриваем, все, чтобы все равно, это даже если... Ну, на самобработку дополнительно. Это даже, это все равно, не обязательно же это коронавирусное, это же может быть просто ОРВИ, его же тоже никто не отменял. Поэтому, чтобы следующая пациентка заходила уже в чистый, мы проветриваем, это занимает не такое большое время. В чистое проветренное помещение заходит уже в следующий. Ну, как бы достаточно все у нас разведено, очереди такой у нас нету в приемном покое, все делается быстро. У нас в отделениях все кормятся в палатах, то есть как бы девочки все снабжены, да, масками. Ну, а в дородовых отделениях гинекологии, там девчонки пользуются иногда своими масками, если нет родильный дом, все выдает. То есть нету контакта, все пациенты находятся в палатах, кормятся в палатах. Это сейчас вообще в роддоме? Вообще в роддоме. То есть они сейчас не ходят организованно, дружненько, так вот, как уточки в столовую? Нет, 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 не ходят, все кормятся по палатам, более того, у нас закуплена одноразовая посуда, то есть сразу дается в одноразовых контейнерах, первое, второе. И девочки кушают, потом это все собирается, утилизируется для того, чтобы все возможные контакты, какие только могут быть, пути, да, все сразу решить. Наверное, и посещения запрещены? Посещения у нас запрещены, конечно же. Страдают они от этого? Ну, сейчас очень развита сеть всякая, поэтому они общаются, но посещения сейчас запрещены. Больше всего, конечно, страдают от запрещения партнерских родов. Поэтому это, конечно, да, партнерские роды сейчас не проводятся. Ни партнерские роды, ни с мамой, ни с мужем, ни с долой, это как бы вот от этого девочки страдают. То есть очень многие, все-таки это востребованное, да? Партнерские роды очень востребованы, очень много вопросов. У нас есть свой инстаграм третьего родильного дома, у нас очень хорошо он ведется. Девчонки пишут и спрашивают постоянно, но, к сожалению, на сегодняшний день возобновить партнерские роды пока возможности нет. Такая эпидситуация в городе не позволяет пока вернуться. Вообще, наверное, это неизвестно, когда все это вернется. Да, пока еще, на сегодняшний день, мне кажется, пока. А папы молодые, как и 20 лет назад, пишут под окнами? Иногда пишут, да, иногда пишут. Ну, у нас и выписка, мы то строго разделяем выписку, чтобы не было, как бы много по очереди все идут. Тоже просим, конечно, минимальное количество родственников, ну, во всяком случае. Ну, во всяком случае, встретить. Нет, ну, они все встречают, конечно, это праздник, мы все понимаем с необходимыми медами предосторожности. Но, конечно, мы выписываем семью, выписываем семьей. Ну, что ж, такое время. Елена Витальевна, спасибо большое и спасибо за ваш благородный труд. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!